евгений привет добрый вечер так ну что я думаю можем потихонечку стартовать да ребята всем привет у нас сегодня евгений романенко я наверное сразу евгений тебе слово передам и пойдем по подготовленному плану отлично спасибо даша привет да у каком-то смысле я тоже участник да у вас кстати был володя попов миноскоп читал лекцию это мой коллега по проектам и вообще идейный соратник так друзья меня зовут евгений романенко в интернете меня можно найти по нику crypto m3.th вообще как бы они сегодня мы с вами обсудим роль биткойна in the global economy мировой экономики очень приятно мне общаться с людьми которые технически продвинуты не надо объяснять базовые вещи которые обычно приходится объяснять не технорям и так краткое содержание что мы сегодня попробуем проделать ближайший час сначала я поясню какое отношение имею экономической теории к веб 3 и почему вообще компетентен высказываться на заявленную тему дальше мы заглянем в исторический контекст появления крипты то есть какое положение дел во мировой экономике с точки зрения состояния денежной системы мы имели когда биткоин появился она в общем то никуда не делается но только хуже стало чтобы понимать его роль это сильно вам вас отрезвит дальше обязательно скажем про значение экономической науки экономическая наука экономическая теория австрийская экономическая школа это все синонимы как экономическая наука то есть наука изучающая собственно экономическую деятельность людей для нашей темы и значения вообще для понимания мира сегодня у вас очень сильно расширится граница мировоззрения дальше я прочитаю самую короткую лекцию в вашей жизни про косвенный обмен и теорию денег после которой у вас в голове пробел на эту тему ликвидируется а он есть абсолютно у всех, кроме профессиональных экономистов австрийской школы, который эту тему изучал годами. Вы будете знать главное, поймете кто, как и с какими целями вам врал, врет и будет врать дальше про деньги, и вас уже лично никогда не смогут обмануть ни политики, ни чиновники, ни разного рода серебрити, и вы сможете обучить ваше окружение. Дальше мы пройдемся по тому, каким же экономическим благом стал биткоин, как его классифицируют экономисты, почему он обрел ценность за пределами круга энтузиастов, а также получил эту ценность в виде рыночной цены, которая, как известно, стала главным маркетинговым драйвером индустрии. В каких ролях мы выясним, используется уже людьми биткоин, как средство обмена, как средство сохранения ценности, а вверху на вопрос, стал ли он деньгами? И в результате вы станете смотреть на биткоин и другую крипту, потому что здесь вещи с экономической точки зрения, в общем-то биткоин и крипта, как деньгами с обменом, они одинаково примерно работают. Но, впрочем, нюансы я буду по ходу дела, где будет разница между токенами и биткоином, я буду это дело пояснять. То есть, станете смотреть на крипту, на мир крипты не только с технической, но и с экономической точки зрения, а также поймете в целом, в общем, причины происходящего в мире трендеца, начиная с войн, в которых мы с вами тоже сейчас находимся, и сможете свою личную жизненную стратегию скорректировать, ибо знание есть сила. То есть, лекция будет в высшей степени полезной, это я вам гарантирую. Два слова о себе. Я примерно 30 лет занимаюсь экономической теорией, если отчитывать с первого курса вуза по-советскому, где мне накачали голову, таким количеством дерьма, что когда я вообще перестал что-то понимать в экономике, будучи экономистом с дипломом, я открыл для себя авторитетическую экономическую школу с 2011 года, то у меня все встало в голове на свои места. Четко, красиво, вот прям как в вайтпепере биткоина. От коллег-экономистов-авторитцев я узнал в 2013 году про биткоин, 4 года мы рыжим, но в 2017 году, будучи уже блогером, быстро прыгнул в ту тематику, вы прекрасно помните этот год, стал я ведущим канала iTuber, начал интервьюировать очень много русскоязычных криптонов, стал вести программу с Дмитрием Потапенко, курс дядюшки по, раньше называлось сейчас Потапенко стратегия аналитика, вы могли, кто-то из вас мог видеть. Индустрию как ведущий крипто-мероприятий, более сотни мероприятий в десяти городах семи стран в итоге провел, основали, успели тусовку Digital Georgia в Грузии, которая зажила свои собственные жизнью, как оказалось, крайне своевременно, перед тем, как туда после 20-го года хлынул поток людей из постсоветского времени, мы там раскачали это отдельная тема. Сейчас я являюсь амбассадором крипто-кошелька Трасти украинского, который имеет кастодиальную и некастодиальную версию Wallet 3+, и медиахастом в DAO Envelope, который занимается умными NFT, NFT 2.0, их адвайзер Володя Попов у вас читал лекцию, насколько я помню. И с Володей Поповым мы вместе написали книгу с авторствой под названием Web 3.0, токенизация или завтрашний мир сегодня, где я написал экономическую главу. Можно меня назвать кратко относящимся к автро-либертарской либертарной традиции, то есть я экономистической школы, ибертарианец, я архокапиталист по политическим, философским убеждениям, наследие традиции Ротбарда, Хоппи, кто знает этих мыслителей. И я смотрю на Web 3, как на значительное улучшение развития экономической истории, на очередной этап развития экономической истории человечества и криптовалюты, вижу как возврат, долгожданный возврат, который мы мечтали, хотели, как австрийцы, к полноценным sound money, полноценным рыночным деньгам, которые у нас забрали государства, об этом я сейчас скажу, и дают нам выход из мошеннической, преступной, грабительской, фиатной системы. Извините, я буду использовать такие штампы, но не штампы, это немножко национальные термины, не научные, тем не менее, они, поверьте, они выстраданы, и они не просто так произносятся. Это не пафос, это сухой научный факт. И вот, чтобы эти, так сказать, промолвать эти values, я поддерживаю разные веб-три проекты в виде говорящей головы, контент-мерки и так далее, выполняю роль такого публичного персонажа. Собственно, да, в крипту я пришел, потому что я экономист авторийской школы, вот так вот. Ролл здесь, такая связь. Итак, резюме сегодняшней лекции. Начнем с конца, с режиме. После этого резюме, в принципе, лекцию можно слушать опционально, сейчас я скажу все самое главное. Поэтому решайте дальше сами, оставаться, чтобы слушать аргументы в развитии этого режима. Итак, в 20 веке государством всего мира со целью изъятия у обществ, у нас, у людей, без нашего на то согласия, желаемого количества ресурсов, в основном для воин, а также для других форм политического употребления с целью удержания власти, потребовалось в числе прочих нехороших дел вероломного вмешаться в деньги общества, уничтожить их товарную природу на основе золотого стандарта, которая тысячелетия до этого исправно работала и эффективно блокировала разного рода инфляционистские устремления королей и властей. Им пришлось нарушить в принципе право переломать их через колено, выкинуть в мусорку и насильно заменить рыночные деньги системами декретных или фиатных, как мы выражаемся, денег, в которых главное ограничение на производство денежной массы отсутствовали. Результатом в числе прочих минусов стала хроническая война первая, вторая, холодная, третья мировая, как угодно, вторая столетняя нажимает, она не прекращалась с августа 1914-1914 года. Девальвация абсолютно всех валют без заключения, хроническая инфляция, рост цен, беспрецедентные в истории имущественные расслоения, рост долгового налогового времени, расширение госвмешательства до примерно половины валового внутреннего продукта, то есть половину производимого в среднем государства перераспределяют по планете, массовые ошибочные инвестиции в течение всего века, проедание капитала, хронический экономический кризис, валютные торговые войны, рост желания населения планеты жить в сегодняшнем доме, то есть проедание будущего. В будущем, я думаю, наше время историки будут рассматривать примерно так же, как 4-5 век нашей эры, век разрушения Нимской империи, причиной которого был тот же старый недобрый инфляционизм, то есть подделка денег императорами. Только он был дольше, длился и в меньших масштабах, у них не было банковской системы, фиатных денег, они вынуждены были просто уменьшать золота в монетах. И пытались регулировать следствие растущего этого цены. Вот именно вмешательство в деньги, очень важно это понимать, не что-либо другое, а главным фактором появления всего этого трендеца, подобных этих последствий, явилось вмешательство государств в деньги. Если бы его не было, они бы в таких масштабах не могли бы наступить, мы бы не имели с вами таких войн, кризисов и так далее. Второе важное дополнение, вот это вот самое вмешательство в деньги, в таких масштабах катастрофических стало возможным, вернее, было бы невозможным, если бы не была полностью проигнорирована, выкинута через колено экономическая наука подлинная, которая в тот момент уже была разработана и отчаянно о последствиях предупреждала. И вот для обоснования вмешательства в деньги потребовалось обществу рядом псевдоинтеллектуалов, которые работали на власть, заменить подлинную экономическую науку псевдонаучными теориями, которые оправдывали инфляционизм, вмешательство государства в деньги, госрасходы и так далее и тому подобное. Вы могли слышать их как количественная теория денег Ирин Фишер, как кинсианство Джон Миттейнс, как монетаризм Милтон Фридон, сейчас это Modern Monetary Theory называется, в общем, в любом случае они задача оправдывать инфляционизм, то есть управление, манипуляция государством денежной массой в сторону увеличения. Целью фиатной системы вы должны понимать является не интересы на с вами людей, пользователей денег, а интересы чиновников, которые с помощью фиатной системы получают возможность элегантно, безболезненно, изящно, с их точки зрения, изымать у нас с вами, у общества столько ресурсов, сколько им хочется на их расходы, начиная с военных расходов. Аппетиты у них бесконечные. И мы этой системе сопротивляться не можем. Это тема отдельная почему. Эффект от фиатной системы это перераспределение благ из карманов людей, нас с вами поливали, в карманы тех, кто ближе всего к источнику эмиссии, так называемый эффект Кантильона. И в экономическом плане он ничем не отличается от банального грабежа. Это надо понимать со всей отчетливостью. А поскольку фиатная система наносит рядовым юзерам огромный ущерб, они плохо его понимают в силу незнания экономической теории, и тем более не могут сопротивляться в силу законов, индоктринации, пропаганды и так далее, выхода из сложившегося статус-кво в условиях желания сохранить фиатную систему или попытаться ее реинжинирить в виде CBDC цифровых валют или фиатную ноль. Выхода этого не существует, политической воли на это нет. Система эта движется к саморазрушению, оно неизбежно произойдет, мы с вами это увидим. А таким образом нормального средства обмена нормальных денег, которые не обесценились бы, и мы в этой системе с вами как человечество лепно решены, а без них цивилизация рухнет, как Римская империя, то возникает рано или поздно идея каким-то иным образом вернуть человечеству рыночные деньги, которые никакое государство не может контролировать, предложения которых не может увеличивать, чтобы какая-то часть человечества мы с вами могли спасти с помощью этих денег свое будущее и свое кромное. Поскольку возврат к золотому стандарту был политически невозможен, является политически невозможным и никто этого не даст, а не сделает. И было бы просто повторение предыдущих ошибок, то возникает идея попробовать воплотить свойства золотого стандарта, золота, в цифровой среде. То есть метафора цифрового золота отражает вот эту вот идею. Эту идею разрабатывает много умных людей в течение последних 30 лет с момента появления интернета. Эти фамилии вы знаете. И только попытка Сатоши Накамото увенчается успехом. Биткоин в течение года с момента запуска в 2009 году тестируется в качестве работающей технологии P2P электронной наличности. Она работает и в 2010 году он обретает ценность за пределами круга энтузиастов, триггером которому этому явлению послужило знаменитая Питца Ласло, которая начинает ценность этого самого биткоина начинает выразиваться в рыночной цене в фиатных денежных единицах. Что было с ней дальше, все прекрасно вы знаете. Помнили росту принятие биткоина и осознание о рыночной ценности он начинает такие использователи людьми как средство обмена, то есть как деньги, а также как средство сохранения ценности в пространстве и времени, так называемой инвестиции, хотя термин некорректно в данном случае принять, это не инвестиции в капитал. Тем более, тем самым расширяя арсенал доступных людям средств обмена в условиях стремительно разрушающего, деградирующего фиата и позволяя хотя бы на личном уровне защититься от разрушительных губительных последствий фиатной денежной системы. То есть у людей степень экономической свободы за 15 лет последних появления биткоина кардинально выросла. Хотя проявилось и то, что для большей части общества ценности свободы интереса не представляют и они легко жертвуют свободой в пользу мнимой безопасности, лишаясь в результате того и того и другого. Как вы понимаете, я говорю о пользователях разного рода кастодиальных сервисов, которые легко передают свои приватники кому угодно, нарушая философию крипты. Ну и в итоге успешность биткоина, а дальше, как вы знаете, добавление смарт-контрактов породили целую экосистему цифровых активов, обрезших ценность, которые люди сейчас могут самостоятельно контролировать. Таким образом родилась эпоха интернета веб-3, которая стала полноценной частью мировой экономики, и мы с вами есть ее часть, с чем я вас и поздравляю. На этом я закончил резюме, позвольте мне перейти к обоснованию, почему же нам важна экономическая наука для всего этого, в экономической теории, авторийской школе, все это синонимы. Вот понять все то, что произошло в мире и продолжает происходить на наших глазах без знания экономической науки невозможно. Именно поэтому, как я говорил выше, она была отвергнута, предана забвению и подменена псевдонаучными теориями. И доступ к ней через контролируемые, по крайней мере, государством каналы, то есть вузы средств массовой информации был отменен. Я знаю это на собственном опыте обучения в постсоветском вузе по специальности экономиста, какую чушь туда пихают в голову. Хотя прекрасно свободно не заблокированы, свободно существуют в виде книг, на кучу языков, начиная с английского, лекций, think tank и так далее. То есть знания сами не заблокированы. В этом смысле человечество доступ к знаниям и имеет, просто их нет в государственных вузах. Поэтому для тех, кто готов заниматься самообразованием в области экономической теории, препятствий нет никаких. Поэтому, проще говоря, население массово и, к сожалению, совершенно добровольно удерживается в состоянии чудовищного экономического невежества с силами обслуживающих государства интеллектуалов, конечно же, щедро оплаченных фиатными деньгами, псевдоэкономистов, число которых, к сожалению, относятся и абсолютное большинство тех, кого вы регулярно смотрите в ютюбе. Чтобы население не понимало, как чиновники делают свои черные дела за счет общества. Вот причина, почему люди, несмотря на доступ к знаниям, беспрецедентной возможности доступа к знаниям в экономическом науке, ей не интересуются, а игнорируют ее, из-за чего получают большие проблемы в жизни, даже не понимают. Можно обсудить их отдельно. Почему такое вопиющее положение дела абсурдное с точки зрения любого нормального интеллектуального человека сохраняется. Итак, экономическая наука нужна нам для понимания человеческой деятельности. То есть, нашей с вами деятельности ежечасной, ежедневной, ежеминутной, которая направлена в целом на достижение каких-то целей, количество которых потенциально не ограничено, но для которых требуются средства или ресурсы, которые, естественно, ограничены, а варианты использования их альтернативы, альтернативные, то есть, мы можем, потратив ресурс на цель А, мы уже никогда не сможем потратить ее на цель В, Ц и Д. И вот этот ресурс, начиная с нашего времени, которого каждого 24 часа в сутки. В связи с этим средства обретают для конкретных людей ценность для достижения конкретных целей. Ценность это субъективно для конкретного человека в его конкретных жизненных обстоятельствах, то есть, в его голове. А вот разность между этими ценностями, разность между оценками одного и того же блага в головах разных людей приводит к возникновению обмена благ прямого через бартер или косвенного, через средства обмена деньги. А поскольку базовые аксиомы человеческой деятельности работают всегда, везде, в любую эпоху, вне зависимости от места, времени и так далее, там есть человек, там они работают, как законы физики или законы психики, всегда, всегда делается выбор между альтернативами А и Б, как минимум двумя, одна отбрасывается, вторая выбирается, то любую деятельность человека можно считать экономической. Поэтому экономическая наука это не наука там о ценах и вот специфических экономических вещах, а вообще о деятельности нашей как таковой. Это фундаментальная наука о человеческой деятельности. И вот то, что вы сейчас присутствуете на лекции, это и есть пример этой самой экономической деятельности. Для меня, как экономиста, это означает, что вы, в частности, эту альтернативу, быть на лекции и слушать вот этого чувака, предпочли эту альтернативу другим альтернативам. Ну, например, сесть покорить, пойти поспать, пойти на свидание и так далее. Почему вы предпочли? Да потому что цените вы ее несколько больше, чем вторую по ценности альтернативу, которую я не знаю, но важно, мне и не надо знать. Важно, что вы выбрали первую альтернативу лекции. В голове они у вас незаметно ранжируются, вы даже этого не замечаете, но они есть. И вот та альтернатива, от которой вы отказались ради лекции, это цена. А разницу между субъективно понимаемой вами ценностью от этой лекции и ценностью пожертвованных вами альтернатив и есть ваша проксиологическая прибыль, сказал бы экономист. Ее невозможно измерить, да и не нужно, потому что сами вы для себя ее отлично понимаете и доказательством этого понимания есть ваш конкретный выбор, который можно наблюдать как экономист. Все. Вот это вот аксиома, которая наблюдается, этого достаточно, чтобы дальше рассуждать, строить экономическое рассуждение. Кстати, между, кроме прибыли, возможен и убыток, как и везде. Если эта лекция вам не понравится через час, вы скажете, лучше, блин, я не слушал этого чувака, лучше бы пошел бы покодил или посмотрел футбол, потерял час времени. Но понять это нельзя, пока вы на свой страх и риск не примете решение выбрать именно альтернативу послушать лекцию, рассчитывая получить на прибыль, предполагая, что она ценнее. То есть, тем самым вы выступили в какой роли? Правильно, в роли предпринимателя. Хотя здесь отсутствует экономический расчет в деньгах, но вам он и не нужен. Вы способны оценить проксологическую прибыль от выбора альтернативы в ослушать лекцию или убыток. Постфактум. Хотя принимаете решение не о том, чтобы вписаться в лекцию, как бы, мы говорим, экс-анте, то есть, да, до-до, а вот экспост уже оцениваете прибыль. Вот так вот это работа, работа экономической теории в чистом виде на вашем собственном уровне. Вот в бизнесе уже экономический расчет появляется, там появляется денежная оценка затрат, результатов и прибыль и убыток. Там же такие же альтернативы, то есть, это немножко переход на другой этап. Но такой же экономический расчет все абсолютно присутствует. Вот как работает экономическая теория в действии, я вам сейчас показал на нашем с вами премьере. И для меня эта альтернатива более ценная, предпочтел эту лекцию прочитать, не просто прочитать, а подготовиться к ней и не потратил это время на другие альтернативы, которые оказались мне менее ценными. Потому что для меня эта альтернатива прочитать лекцию более цена, чем любые другие мне доступные. Так вот, без экономической теории невозможно понимание феноменов ценностей, цен, обмена, денег, капитала, процента, экономического расчета, прибыли, убытка, роли предпринимателя, а также последствий государственного вмешательства в экономическую деятельность нас с вами, индивидов, которые мы хотим осуществлять свободно и добровольно. И нас таких с вами 8 миллиардов на планете. И сегмент веб-3 сюда абсолютно опросится, потому что здесь действуют люди, просто опосредованные технологиями, интернетом и криптоактивами. Без постижения законов экономической науки невозможно подлинное понимание прошлых действий людей, то, что мы называем с вами историей, а также качественное, не количественное, повторюсь, качественное предвидение будущих действий, будущего, что и составляет содержание роли предпринимателя, который делает ставку на будущие тренды. Обращу ваше внимание, что количественные прогнозы, то есть, в такое-то времени, ты в таком-то месте, цена такого актива будет столько-то, то есть, прогнозирование фактов экономической истории будущего, научно говоря, они невозможны, потому что будущее не определено. Если кто-то вам под маской экономиста, интеллектуала, даже с экрана ютуба и так далее, распиаренный, пытается продать экономические прогнозы, это шарлатан, который действует не в отношении, это такой астролог, замаскированный под наукообразную вещь. Понимаете, со всякой отлюзии, будущее не определено. Если бы он знал это самое будущее, факты, почему он, собственно, рассказывает вам, а не сам не делает ставку втихаря и инвестирует. Простой пропор, с которым проверяются все эти прогнозы. Поэтому каждый из нас, дамы и господа, находится в роли и историка, и предпринимателя, и экономиста. Вне зависимости, осознаете вы это или нет. И если человек плохой экономист, то есть в его голове заложены ошибочные теории, а то, что они заложены, это я вам зуб даю, потому что не бывает так, что они не заложены. Они с детства закладываются, вас в этого даже не замечаете, они вбиты в голову с детства. И если вы специально не занимались экономической теорией, не изучали, там будет такой мусор, что страшно мне даже вам будет рассказать. Если будете плохим экономистом, вы будете плохо выполнять первые две роли. И историка в прошлом разбираться, и будете попадаться на удочку разного рода пропагандистов и мерзавцев, которые пытаются вам не управлять через это. А также в роли предпринимателя будете хуже выступать. И будете делать фатальные ошибки, которые несовместимы с благосостоянием и даже жизнью. В принципе, человечество, приходится признать, большую часть своей истории находилась в состоянии экономического немежества. Был небольшой проблеск с середины 18 века по начало 20 века, на который пришлась промышленная революция, беспрецедентная в истории рост благосостояния, не средний, капитализм, рост населения и так далее. Все это вы лично знаете. А потом все покатилось обратно. Набрали тенденцию антикапиталистические, антиинтеллектуальные тенденции, марксизм, социализм и так далее. И после Первой мировой войны мир покатился в эпоху русов, просто в эпоху антиинтеллектуализма, постмодернизма, отрицания разума и экономической науки. Поэтому весь тот бардак, который вы сейчас наблюдаете в новостях, ежедневно это следствие отрицания экономической науки и отрицания разума. Это надо все отлично понимать. И фиатная система это инструмент воплощения этого самого отрицания. Поэтому попытка игнорировать экономическую науку, экономическую теорию в вопросах политических, то есть просуждая о том, как нам устроить или переустроить общество, чем все, что всегда занималось в последние две тысячи с половиной лет, начиная с первых философов, она приводит к непреднамеренным негативным последствиям, которые разрушают благосостояние, общественное сотрудничество и в целом могут прикончить цивилизацию. Что мы с вами, похоже, и наблюдаем. И наибольший масштаб такого игнорирования экономической науки, выбрасывания ее в мусорку отказа от разума пришелся на 20-й век. И вот советский коммунизм, китайский и азиатский коммунизм, итальянский фашизм, германский национал-социализм, американский прогрессивизм, новый курс Крузвельта, современный западный warfare state, интернезионизм китайского типа последние 45 лет, да и вообще любое государство. Сейчас это все примеры игнорирования экономической науки в разной степени. Например, в Сингапуре и Гонконге они в меньшей степени игнорируются, нежели чем в России, например, или в Африке где-нибудь. Вот. Отсюда и все наши беды. Вы можете сказать, ну блин, я технарь, я разобряю скудинг, и нафига мне знать экономическую теорию? Ну избавьте меня от этого. Даша меня предупредила, что в основном наслушают технические профессионалы, самозанятые предприниматели, энтузиасты эфириума. Так вот, замечено, что среди технарей, которые очень хорошо разбираются в технарских вещах, увидели это на практике, но не знакомы с экономической теорией, бытует точка зрения, что можно, так сказать, подправить поведение людей правильным кодом. Называется техносоциализм. На этом, в частности, основана и прикладная дисциплина токеномика, то есть дизайн токена таким образом, чтобы придать ему нужную ценность, в которую хочется заложить ее рост. Такая вот маскировка желания обогащения. Так вот, знания экономической теории в этом случае отрезвляют сильные, приземляют технарей на реальный мир. Потому что они позволяют понять феномен ценности, который в голове, ценности как потребительской прямого назначения, так и меновой, как средство обмена или сохранения ценностей и простанности времени. Ее субъективную природу, что она в голове, у вашего визави, что есть проксологические законы ее образования, которые всегда работают, нарушать их никому не дано, что они проявляются в феномене цены товара А в единицах Б, как некая внешняя манифестация субъективной ценности в головах, которая не имеет, кстати, ничего общего с понятием измерения. Это не измерение. В экономической теории нет ничего, что можно было бы измерять. Наверное, это прозвучит вам как соковое откровение, но если хотите дальше, я потом объясню эти вопросы. Эта цена всегда выражается. Тут нет измерения, здесь нет ни величин, ни объектов, ни единиц, ничего. Можно только выразить, что если я предпочитаю А, Б, то это называется ординальность, то есть порядок. Порядок нам понятен. Все, что нам понятно, это порядок предпочтения. Субъективная шкала ценностей. То есть позволяет знание экономической теории понять, откуда вообще берется ценность, откуда берутся цены, понять ограничения, которые на нас накладывают проксологические законы, нарушать которые никому не позволено. Хотя очень многие люди, особенно в их власти, полагают, что им позволено. Вот на тех, кто полагает, что может управлять, подправить поведение людей в нужную ему сторону, знание экономической теории сильно отрезвляет. И они перестают в ту сторону смотреть. Будь то это диктаторы, будь то IT-профессионалы, или будь то это их союз. Как правило, такое тоже наблюдается. Вот в нежелании признавать тот факт, что экономическая теория ограничивает веру во всевластие государства, в нежелании признавать это как властями, так обслуживающими их интеллектуалами и кроется фундаментальная, глубинная, неосознаваемая причина игнорирования, отрицания, смешивания с грязью, ненависть экономической науки со стороны всех тех, кого интересует власть над людьми. Потому что наука экономическая объективно, убедительно демонстрирует, что никакой власти нету. Власть эта не всесильна. Что ее, она ограничена праксологическим законом, так же как законом тяготения и психическим законом. А поэтому экономическая теория, как это не банально прозвучит, она защищает нас с вами, людей, как биос в голове, она защищает, или антивирус, от обмана со стороны разного рода, диктаторов, авторитарных правителей, властей вообще, и обслуживающих их, интеллектуалов. И обман, который осуществляется для стилей удержания власти. До появления разного рода демократий просто была связка божественный монарх легитимизации богом и духовенство церкви, которое обосновывало паствие людям, что так и должно быть. И люди верили. Примернотажный механизм сейчас сохраняется сейчас. Только бог и монарх заменен на национальное государство, а духовенство заменено на интеллектуалов. А механизм власти реализуется такой же через и незнание экономической теории, удержание паства в невежестве относительно экономической науки и является способом эту власть сохранять. Идем дальше. Идем дальше. В частности, вот такой пример, известный любому криптону, как стейбл-код, то есть идея о том, что может быть стабильная цена чего-то в чем-то. Экономическая наука дает вот такой ответ, что стабильная цена для двух независимых товаров, она каталогически выражается, так по-научному, невозможно. Это понятно только экономистам австрийской школы. Но горячее, неуемное желание достичь стабильной цены крипты в долларе, снизить волатильность, привело, как вы знаете, к чисто инженерному решению палеотив-костыль в виде криптопроизводной от фиатной единицы, производной от производной, такая вот двойная производная по названию стейбл-коины. Несмотря на удобство, это, конечно, костыль, недостатки которого прекрасно нам с вами известны. Это плата за погоню, за химерой того, чего быть не может, стабильной цены. Поскольку биткоин это монетарный феномен, он создан, как мы сказали, в режиме для того, чтобы попытаться играть на человечество подлинные ироничные деньги, то нам надо понимать, что такое вообще деньги, краткая теория денег, косвенный обмен. И сейчас самая короткая в вашей жизни теория денег, теория косвенного обмена, после которой вы будете все абсолютно понимать на пальцах. Косвенный обмен, то есть использование денег, он необходим в экономике, необходим он в силу прексологического закона, он позволяет уйти от менее удобного прямого обмена под названием бартер, он делает более удобным обмен конечных товаров, он делает вообще возможным экономический расчет прибыли и убытка, то есть осмысленную деятельность, направленную на увеличение капитала, он делает возможным разделение труда, специализацию, рост производительности труда, рост количества, качества и ассортимента товаров и услуг, в итоге рост производства и благосостояния. Там, где не мешают возникнуть косвенному обмену и деньгам, он всегда возникнет там рыночным путем. То есть деньги это залог появления денег как инструмента, косвенный обмен как явление это залог того, что мы с вами имеем то благосостояние, которое имеем сейчас. Хотя по дефолту состояние человечества всегда было нищетой. Мы с вами родились в относительно благоприятное в истории время. Для того, чтобы косвенный обмен происходил, то есть товары менялись не прямо друг на друга, шкуры на вино, а через какой-то товар-посредник, необходим тот самый товар-посредник, благо посредник, который устраивает всех участников обмена. И мы меняем то, что есть у нас на это благо, потому что понимаем, что на него мы можем выменять то, что нам надо через какое-то время в другой точке планеты. Все знают, как работает средство обмена, как работают деньги. Так вот, средство обмена рыночное. Это всегда товар, который отбирается рынком на роль этого самого средства обмена и чтобы товар был отобран рынком, то есть людьми на роль этого самого средства обмена стихийно, спонтанный порядок приобрел, как мы говорим, меновую ценность, должен быть исходно изначально иметь ценность до этого момента, то есть быть пригоден по прямому назначению, иметь потребительскую ценность. Ну, например, золото должно нравиться, использоваться в качестве украшений, чтобы кому-то когда-то в голову пришла идея поменять свой товар на это странное золото, потому что он думает, что он на него выменяет то, что ему надо потом. Вот эта идея, она никем не выдумана, она открыта рынком. Она открыта рынком. Вот о том, что товар должен иметь ценность до того, как станет деньгами, так называемая теорема регресса Людвига фон Мизос, она показывает, что деньги могут возникнуть только так, рыночным путем, и никак иначе. Таким образом, деньгами стало золото. Из этого вывод главный, что никакое государство никогда денег не создает. Оно не может этого сделать праксиологически. Государство никогда ничего не создает. Оно берет готовое, что есть на рынке, присваивает и обращает свою пользу. А потом мы это просто забываем. И нам кажется, что так всегда было. Нет, так, не было никогда и не может возникнуть так праксиологически. Вот этот вопрос жестко навсегда экономическая теория раз-ре-ши-ла. Вот здесь вас государство уже никогда не сможет обмануть. То, что оно деньги захватило, как вы понимаете, рыночные деньги захватило. Это две большие разницы. Пираты захватили корабль, который был не их. Они не могут сказать, что корабль был их, и всегда они корабль этот создают. Когда есть средство обмена, у него нет такого понятия, как стабильная покупательная способность. Она невозможна праксиологически. Она всегда меняется. Меняется количество, меняются субъективные оценки и так далее. Это всегда динамика. Экономика всегда динамика, всегда все меняется. Поэтому такое явление, как постоянные цены в более-менее длительном историческом периоде невозможны и праксиологически. Вот погоня за мифом постоянные покупательные способности это теоретическая ошибка, которая подвела человечество под монастырь. Она лежит в основе обоснования вмешательства государства в деньги в виде центрального банка. Кстати, похожим образом теоретическая ошибка британской классической школы о том, что трудовая теория ценности ценность товара измеряется трудом. Даже школьников все время голову пихали. Она была некритично протащена Марксом в свой марксизм, который экономистом не было, просто хватался там по верхам. И следствием чего стала ошибочная теория эксплуатации и вывода необходимости уничтожения частной собственности. Эту утопию попытались воплотить большевики на обломках рухнувшей Российской империи. И вы знаете, чем этот эксперимент закончился. Они породили эту катастрофу, впоследствии с которой мы все с вами сейчас и живем. Если бы большевики были знакомы с авторитической экономической школой, которая уже тогда, в 1922 году, уже доказала теоретическую невозможность социализма как системы организации, то они должны были бы отказаться, в общем-то, от попытки построения коммунизма. Но поскольку и они могли, и они имели возможность, Бухарин, главный соратник Ленина, он был вхож в семинар австрийской школы в Австрии, где преподавал один из экономистов, бывший министр финансов Австрии Бен Баверк. То есть, они знали обычно об этой истории, но поскольку их система действий была построена на вере, поскольку марксизм это такая вот типа что-то христианской ерести, такая псевдорелигиозная, на самом деле она квазирелигиозная, это вера, вера, то они отбросили знания и попытались воплотить ту утопку, которая, разумеется, не работала. Они отступили рациональные аргументы, поэтому вы эту ошибку не повторяете, если когда-нибудь будет перестраивать общество. Так вот, общепринятое средство обмена, если какое-то средство обмена становится общепринятым, и начинает пульсов, огромное количество людей, оно становится деньгами. До Первой мировой войны таким общепринятым средством обмена для деньгами было золото. У биткоина, в теории, есть шанс повторить историю золота. В разные эпохи, в разных местах средства обмена всегда разные. Они исторически меняются. Тут как с языками или с правом. Чего-то одного нет и быть не может. Разное образие. И тестирование биткоина как очередного средства обмена в его роли это подтверждает. Единое принудительное средство обмена это такая вот роль мирового государства, мировая валюта, мирового центробанка в долгосроке тоже невозможно. Это устойчиво не будет. Хотя попытки обсуждать это дело были, есть и будут. Там после Второй мировой обсуждали так называемый банкор, который известен нам как банкор, вот дефальный продукт банкор. Вот это вот слово идет от Джона Мейтон-Акейса. Такая мировая цифровая валюта. Она не прокатила. Тогда на Братен-Вуссе в 44-м году. Или цифровые валюты центрального банка. Более того, это противоречило бы интересам картелей под названием государства, которые извлекают блага на своей территории под контролем с помощью своих фиатных денег. Это прямо, ну, то есть, здесь преступные группировки не договорятся между собой. Они таким образом потеряли бы власть на своих территориях. Поэтому мировых фиатных денег не будет никогда. Нет экономических для этого предпосылок. Поэтому естественное состояние косвенного обмена, состояние денежной системы это множество самых разных средств обмена, множество самых разных денег, их свободная конкуренция, как любых других товаров и услуг, как или языков, или правовых систем, любых других товаров и услуг. Вот это та правда, которая от нас с вами скрывает. Теперь вы ее знаете. Так получилось исторически, как мы сказали, что в 20 веке эта ситуация была ликвидирована и рыночные средства в виде золота через ряд вмешательств, войны и так далее, изменения теории, нам подменили на фиатные фантики. Мы с вами родились и живем в эпоху наихудших в истории денег человечества. Это надо понимать со всей ответственностью. Здесь может возникнуть такая ошибка под ошибкой известного характера пост-хок и сказать, что вот, ну смотрите, когда у нас технологии в 20 веке развелись, да, разве это было бы возможно без фиатных денег? Скорее всего, наверное, это все-таки повлияло, значит, это какой-то плюс. Это ошибка теоретическая. Скорее всего, если бы фиатных денег не было, и мы с вами остались бы на золотом стандарте, прогресс ушел бы гораздо дальше, и мы с вами давно бы уже летали бы на Луну. Фиатные деньги просто затормозили его и отбросили назад, а иначе быть не может, это утверждение, оно контринтуитивно, но оно становится понятно, если вы начинаете изучать экономическую теорию, понятно вам, как белый день. Поэтому деньги заключаемые, это естественное и необходимое явление, как язык или право, оно возникает рыночным, спонтанным образом, как альтернативные средства обмена. И биткоин это одно из них. И никакое государство, которое очень молодой институт и на наших глазах разваливающийся, никогда никакие деньги не создавало. Деньги тысячелетиями существуют. Первые монеты чеканились в 6 веке до нашей эры. А государство присвоили худо-бедно только в 20 веке. И здесь мы с вами переходим к биткоину, как к экономическому благу, надо понимать его природу. И экономистов интересуют не онтологические философские аспекты, что такое биткоин, что такое крипта, как явление со всех сторон, от философского до технического, а то, как их появление изменило появление людей в качестве какого средства, для каких целей они используют биткоин, является ли оно экономическим благом и каким именно. Правильнее всего называть биткоин, формулировать его, если не уходить в метафоры, по там, цифровой товар, цифровое commodity, то это будет то, что по-английски звучит как rival digital commodity good, то есть цифровой товар типа commodity, за который существует конкуренция. то есть если один пользуется, второй не может. Наиболее релевантное свойство здесь из обычного мира это редкость, scarcity, дефицит, то есть ограничение доступа одного человека при доступе к нему другого. Или то, что мы наблюдаем в физическом мире, перенос дефицита или редкости, главного свойства физического мира, в цифровую среду. Вы знаете, что до появления блокчейна этого неба в интернете все копировалось, там создавались копии, поэтому редкость была невозможна. Биткоин, блокчейн эту ситуацию порешал. Метафора, цифровая собственность тоже метафора. Это выглядит и работает как собственность. Она некорректна. Строго легал смысла здесь большая дискуссия. Скорее всего, права собственности здесь нет, потому что у кого сит, у того и собственность. И ситуация эта не решается госзаконами, правовым позитивизмом, легизмом. Тут правильно управлять слово контроль. Контроль этого цифрового товара. Редкость биткоина порождает его ценность. Важно понимать, что в основе ценности лежит не сама единица биткоина, а конечно же работоспособный распределенный реестр блокчейн, который делает возможным его существование, учет передачи прав, контроль над конкретными unspent transaction outputs UTXO. И в отрыве от этого реестра биткоин конечно не существует. То есть ценность сети, как ценность телефонного аппарата резко возрастает при ценности телефонной сети, в которой этот телефонный аппарат включен. Строго говоря, ценность экономическая у биткоина, она была с первого блока. Для кого? Ну правильно, для Сатоши, Халафини и Уитэжиастов. Если бы ее не было, они бы лично не вкладывали ресурсы, время, деньги, электричество, поддержание и тестирование системы. Их действия однозначно говорят нам, экономистам, что ценность биткоина для них нулевой не была. И как только число тех, для кто ценил биткоин и поддерживал, достигло некоторого широкого круга, конечно, стал неизбежным эксперимент с попыткой предложить его как в качестве цифрового товара для обмена на некое иное благо, этот обмен произошел в знаменитом эксперименте с пиццей, хотя там, строго говоря, в роли средства обмена выступала пицца. Дальше подействовал рынок и потребительская ценность биткоина в проверенной практике быстро превратилась в меновую. Участники поняли, что ничего не мешает использовать его в качестве вторичного средства обмена в условиях фиатной среды и привычки выражать цены в ней. То, что биткоин появился в условиях фиата, это не хуже, это нормально. У нас нет возможности провести эксперимент, что было бы, если биткоин появился 100 лет назад в условиях золотого стандарта, но было бы примерно то же самое, только не было бы такой волатильности. Частенько в истории регулярно бывало, что когда обращалось много средств обмена, самых разных денег, самых разных королей, функции средства обмена и функции выражения цены отличались. То есть, они одно меняли на другое, в одно выражали цены, в другое использовали как транспорт денег для экономического расчета. все в голове у них сходилось, как им было удобно. Это делалось все спотанно, что путем никто им на это не указывал. Вот так же рыночным путем это все произошло и с биткоином. Поэтому рыночные цены с биткоина это факт экономической реальности, который отрицать нельзя. Она возникает, как вы заметили, в отсутствии какого-либо контракта, здесь нет никакого обязательства у кого-то перед йента. Так и в отсутствии закона об обязательном платежном средстве или legal tender, как в случае с любой фиатной нацвалютой. Государство нам биткоин не заставляет. И вы мне скажете, а Сальвадор же как? Так вот, ребята, кейс Сальвадора это такой хайп, очень плохой, глупый совершенно для хайпа Сальвадора, как, равно как и хлеб не нуждается в признании его едой, потому что люди его и так едят. Нет необходимости издавать о том, закон о том, что хлеб, еда, так и биткоин, которым люди уже пользуются в этом моменте, не является в признании каким-то государством обязательным платежным средством. Это и так уже факт. Это такой избыточный хайповый факт, который просто показывает глупость государства как института, даже такого маленького, прогрессивного, как Сальвадор, советником которого является известный в индустрии экономист ливанский Севдин Амус, биткоин-евангелист, наверное, знает, читая его книги «Краткая история денег», «Биткоин-стандарт», «Фиат-стандарт», он является советником сальвадорского товарища Наима Букелли. То есть, биткоин ценится как коммодити, никак иначе, никак обязательства, никак фиатная бумажка. И отсутствие у него признака осязаемости или физического ощущения никак этому не мешает, заметьте. Люди используют крипту, биткоин, как средство обмена и как средство сохранения и передачи ценности в пространстве времени. Они ценят ее в роли этих средств и предъявляют на него рыночный спрос по той цене, которая есть именно для этих целей. Все, это данность, которую отрицать мы не будем. Ее нам достаточно, чтобы признать этот факт, совершившимся. Еще раз нас с вами всех поздравить. Вопрос «Стал ли биткоин деньгами?» Всех интересует, потому что он очень такой понятный. Как работают деньги, понимают все. Людям часто нужно доказать, что деньгами. Для ответа на вопрос «Стал ли биткоин деньгами?» Нам понадобится, во-первых, таксономия или классификация денег Людвига Фунт Мизеса, изложенная в его книге 1912 года «Теория денег и кредита есть на русском языке», а также определение денег, что деньги – это «Camary accepted million of exchange» или «Общепринятые средства обмена». У любых денег всегда есть проксиологическая сторона, три стороны. Проксиологическая, которую можно назвать «economic layer», техническая, включая банковская, в которой речь пойдет техническая сторона, там это «Commodity», или это «Кредит и контракт», или это «Закон про legal tender». С технической и юридической стороны нам с биткоином все понятно, нас интересует «Praxiaologическая», то есть «economic layer биткоина». Так вот, по классификации денег Мизеса, которую вы, может быть, не знакомы, но я ее знаю на память, потому что это мой профессиональный волос интереса, его нельзя отнести ни к кредитным деньгам, здесь нет контракта, ни к фиатным деньгам, здесь нет закона про legal tender, тем более его нельзя отнести к так называемым денежным заместителям, сертификатам, для которых в виде банкнот или фидуциарного кредита, для которых должен появиться посредник в виде банка, который в обмен на то, что мы ему отдали биткоин, имитировал бы обязательства биткоине, причем как со 100% резервом типа номерка в гардеробе, так и фидуциарное, где номерков было бы выдано больше, чем пальто. Поэтому биткоин может быть только неченен только к товарным комодить и деньгам цифровой природы, к ним принадлежит и золото, и серебро, все монетарные и драгметаллы. Вот такая метафора цифрового золота здесь для него абсолютно подходит. Кстати, про посредников и денежные заместители. Если вот в случае золота или серебра было в силу неудобства невозможно обойтись в виде посредников типа банков, которым надавали на хранение золота, они имитировали банкноты, денежные сертификаты сначала 100% обеспеченные, потом стали мухлевать. Все это облегчало международную торговлю и прозрало мощные стимулы к мошенничеству под названием частичное резервирование, когда номерков выпускается больше, чем сдано пальто в гардероб. Выпускали производство заместителя, инфляция, и в итоге государство эту систему сначала как бы не обратило внимания, а потом распознало преимущество, захватило ее за пару веков, и к 1971 году мы пришли полностью к пятому миру. То в случае с биткоином и любой другой предыдущий, а средники, как вы знаете, они архитектурно устранены на уровне концепта, философии, а заместители, делать заместители, сертификаты на биткоин, обеспеченные биткоином, они излишни, потому что все проверяется отлично, да, и тем не менее практика делания биткоин-заместителей, как вы знаете, имеет место быть, это так называемые централизованные разного рода косточки, когда несознательный счастье криптов отдает на хранение крипту, и получает вместо крипты обязательство бирж и так далее по выполнению их переводов. Поэтому последний, к сожалению, есть, это как бы старый мир, старый мир, старый денег тянется в новый мир, и все это, конечно, порождает ненужные проблемы. Так вот, является ли биткоин общепринятым средством обмена, то есть таким средством обмена, на котором можно рассчитаться в любой точке земного шара? Так сказать нельзя. Но можно ли так сказать о любом другом средстве обмена на планете, начиная с бумажки в виде доллар США, и так тоже нельзя сказать. Например, вы в той стране, в которой вы находитесь, если это не США, то вы не можете расплатиться долларом в магазине своей страны. Да? Это уже доказательство того, что доллар на вашей территории это не средство обмена, если в этой стране своя национальная валюта. То есть понятие общепринятое, общепринятое, которое связано с деньгами, оно вырождается, исчезает, и оно не точно. И лучше использовать понятие средства обмена, оно точно, экономически точно. А средства обмена, как мы с вами знаем, их множество, конкуренция, имеет место быть. Мы уже с вами живем в ситуации зоопарка денег на планете. Потому что все это феномены, рыночные феномены спонтанного порядка. Государство не создает средства обмена, как мы знаем, оно их только присваивает. Это естественное состояние мировой экономики. Нравится это кому-то или нет. Поэтому, если вы используете биткоин и другую крипту как средство обмена, то есть меняете ваше шило на биткоин, чтобы потом биткоин менять на мыло, то для вас это деньги. Точка. На этом рассуждение закончено. Для вас это деньги. Также для ваших контрагентов. И вот Кондров Граф, один из наиболее продвинутых биткоин-энтузиастов, юрист, хорошо исследовал, очень точно право сказал, я просто засчитаю. Смысл понятен. Я думаю, что английский все знают. Лаконично и хорошо. Ну и биткоин сыграл прекрасную идейную роль, о которой тоже нельзя сказать, потому что с экономической роли биткоина мы уже разобрались. И последнее, в заключении, что я хотел сказать про идейную роль биткоина, идеологическую роль, идеяную, сэношную. Он привлек, конечно же, внимание людей к проблеме фиатной системы. Если еще лет 10 назад слово фиатные деньги употребляли мы в узком кругу экономистов автрийской школы, то сейчас это фактически мейнстримный термин, чтобы большее количество людей осознает, что фиатные деньги это деньги, которые деньгами не являются, навязанные государством, это слово стало мейнстримным, оно вошло в массовое сознание, люди осознают мошенническую суть фиатной системы, разрушительную для их благосостояния. Они и так знали на уровне инфляции, просто им никто не объяснял, что это не просто досадная плотность, а это фича системы, это не баг, это фича. Это для этого и сделано. Это для этого и сделано. Вот в чем заключается страшная правда, которая разбит на поверхность. Как вы знаете, чтобы кто-то спрятать, лучше всего нужно положить на самое видное место. А лучше легенетизировать государством. Появление биткоина разрушило в головах веру в то, что деньги должно делать государство. Но экономисты и так это знали, только обыватель не знал. Он показал, что это опасное заблуждение. Тем, кто понимает происходящее и беспокоен будущим, он предоставил работающую опцию выхода в полноценные частные деньги, стоимость которых государством не разрушается, ценность которых не разрушается. А то еще и растет, мы знаем сами как. Значение инновации экономической под названием блокчейн, которое можно назвать тройной записью, потому что здесь нет посредника регистров. Все оно сопоставимо по значению для экономического развития человечества с появлением письменности в четвертом тысячелетии до нашей эры, которая сделала вообще запись о имуществе как таковое, хоть какую-то хозяйственную деятельность. Эти первые записи были, как говорится, о деньгах. А также двойную запись, которая появилась в средние века, была изобретена итальянцами и сделала возможным учет прибыли и убытков, бухгалтерский учет. Так вот, блокчейн это тройная запись. Она теперь делает возможным бухгалтерский учет без посредника, который может оказаться мерзавцем, негодяем, ему надо доверять, он может мухлевать, исчезнуть и так далее. Вы отлично знаете, как работают все эти махинаторы. Биткоин обратил внимание на экономическую науку, на экономическую теорию автической школы, дал ее сторонникам и тем, кто разделяет идеи либертарианства, анаркотаризма, технологию свободы. Если раньше мы только возмущались, что вот, государство нас с золотой стандарт забрало, фиатом нас нагрузило и теперь нас убивает, то сейчас у нас появился инструмент, который дает нам прекрасный выход. Как же им не воспользоваться? Ну, надо быть идиотом, боже, если вы австрийец, и не более. Поэтому, среди сторонников австрийской школы я не знаю противников крипты и биткоина, они все огромные энтузиасты. Так же, как и наоборот, среди криптонов и либертарианцев, в основном англоязычных, конечно, у нас это все в меньшей степени, но тем не менее, там сторонников австрийской школы огромное количество, просто это, ну, синонимы идут рука по обруку, это прекрасно вызывает огромную радость. Поэтому у Сатошина кого-то получилось вернуть люди в рыночные средства обмена, цена из которого со временем не разрушается и которым люди могут свободно распоряжаться. И теперь мы с вами видим, о какой части человечества это вообще надо, а какая предпочтет пожертвовать свободой ради якобы безопасности и в итоге не получит ни того, ни другого. Поэтому биткоин и криптоколлегия это очередной тест человечества, каждого из нас на ценность свободы, которая не утрачивается, хотя постоянно подозревается атаке во всей эпохе. Ценность, тест на ценность свободы. Предпочтет ли каждый из нас выбрать ее или отказаться. Итак, мы с вами режимируем. Мы указали на экономическую проблему, которую был призван биткоин решить. Проблема это вернуть людям доступ к рыночному средству обмена, к рыночным деньгам в условиях, когда государство принудительно отняли их у нас с вами и разрушает наше будущее с помощью фиатной денежной системы. Мы показали, что утверждать, что замысел Сатоши провалился, так уже нельзя. Верно обратное. Люди, для которых биткоин реально решает задачи, которые обычно призваны решать деньги, используют биткоин как средство обмена, то есть как деньги, а также как средство сохранения ценности во пространстве времени, так называемые инвестиции в фиатную цену. Несмотря на враждебность государства фиатной системы и число его пользователей растет, и государство вынуждено с этим смириться. Они прошли всю стадию цикла по Кюблер-Росс, сначала отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие в виде законов, которые так или иначе все приняли. Кто-то еще на стадии отрицания находится, типа Благодаря или особенно реакционных странах. И это главная победа той самой части общества, которая ведет экономическую деятельность на той, которая предпочитает жить за счет первой. То есть вся тяга относится к тем, кого мы ошибочно называем государством. Мы показали, что замысел Сатоши породил непреднамеренные посредствия, что, кстати, доказывает фундаментальный тезис экономической науки о том, что будущее не определено. Сатоши не создавал Веб-3, он создавал P2P электронный кэш. А тут возник целый Веб-3, целый новый сегмент экономики, где занятые сотни тысяч людей крутятся миллиарды долларов. Понимая все это, каждый может попытаться представить, каким будет возможное будущее. Ну и напомним, что ни один из экономистов других школ, ни кинсианца, ни монетаристы, прочие все товарищи фиатные, не предсказывали появление биткоина. Для них была немыслимая идея, что деньги могут быть частными. Хотя Хаек писал в 76-м году частные деньги. Ну, Хаек был австрийцем, конечно, хотя он был близок к Чикагской школе, но это единственный такой факт, который один проблеск. А вот австрийцы, экономисты австрийской школы, всегда знали, что эта фиатная система, которая есть, это аномалия историческая. Такого быть не может. Это коллапс, это катастрофа. И возврат общества, если оно хочет выгнуть, а цивилизация сохранится, возврат общества к рыночным деньгам неизбежен. И это неизбежно будут частные, неподконтрольные государству деньги на основе какого-то товарного стандарта. Но мы не знаем, политически возможно золотой или нет, в теории да, но скорее всего мы не можем это предполагать. Хрен его знает, может кто-то выпустит золотые монеты. Увидим. Увидим. Главное, чтобы он обязался их не подделывать. Именно поэтому среди сторонников австрийской школы вы не встретите противника криптовалюты, биткоина, а вот среди других школ, их предостаточно этого скепсиса. Как правило, их незнание, их скепсис в отношении биткоина вызван а, не понимаем, как он работает и б, он вызван просто ненавистью к тому, что он их власть над деньгами разрушает и предоставляет людям элегантную опцию выхода из фиатной вакханалии, в которую они все нас погрузили за последнее столетие. Я завершил свою лекцию, давайте перейдем к вопросам, если они у вас есть. Даша? Да, где-нибудь посидел по, ребята, есть ли вопросы? Пишите или размышивайтесь и задавайте. Да, там вопрос по книгам был в чате, вот, кто ближе к австрийской школе, Тома Пикетти или Дэвид Гребер, кого посоветовать, можете вообще познакомиться подробнее. А где где чат читать? В Дискорде, вот прямо здесь, да. Это джанелл который, да? Или какой? Я в Дискорде, к сожалению, первый раз вообще что-то делаю. Там есть иконка чата, где-то вот сбоку или если в приложении то снизу по центру? Я сижу на десктопе, где этот чат мне видеть. Ладно, я мечтаю. Вы зачитываете. Какие книги посоветуйте прочесть? У меня на полке стоят Экономикс, что там еще, Долг, как думаете, актуальны ли эти книги сейчас? Экономикс, Макомовый Брю, Долг, наверное, Гребера известный, да? Да, да. Никитина Заверна, чужая фамилия. Ни одна из них. Все книги, названы, это книги тех самых шарлатанов, которые не имеют никакого отношения к полноэкономической науке. Они все представляют Левачье, социалистическое. там сложно, ну, Никития, это марксист, такой постмарксист. Экономикс, это то, чем нас кормили в 90-е годы, этой книгой. Я потом в итоге прочитал эти 900 долбанных страниц и чуть не получил несварение мозгов. Ее можно прочитать только для того, чтобы понять всю ту бардачность мышления, кстати, в капитал Маркса тоже можно заглянуть, в том, как мысли вы ничего не будете понимать, они вас только запутают. Наилучшая книга по экономической теории из написанных человечеством это «Человеческая деятельность Людвига фун Мизоса», которая 75 лет как, это, в общем-то, мировой бестселлер на кучу языков, и она есть и на русском, и переиздана, и Потапенко написал к ней предисловие. Я сброшу Дашу ссылочку, где я пару лет назад, в 20-м году, писал на фракологе на хабе пост под названием «Автрийская экономическая теория для криптона» специальный, где я перечислил основные идеи австрийской школы, сравнил с другими, указал на книги, то есть там все ссылки, такая единица контента, которую если вы проглотите, то она будет просто отправной точкой, такой гайд по австрийской школе для криптоинтузиазов, специально написан на понятном для нас языке. Поэтому ни одна из книг названных, и только «Человеческая деятельность Людвига фун Мизоса». Но это большой трактат, поэтому начинать можно с книг под названием более простых, например, на русский язык переведены «Экономик в одном уроке» Генри Хезлета, «Наука о богатстве» Павла Усанова, ну и, пожалуй, «Уроки для молодого экономиста» Роберта Мёрфи. Вот эти три книги можно назвать. Они в любом случае, ссылки там в этом моем посте будут, дайте, я сейчас не буду куглировать его словами. Следующий вопрос. А, вижу чат. Да, это вопрос. Бежит. Открывать отношения на Талеба у вас. Талеб инвестиционный банкир, в знаниях австрийской школы незнакомый и он-то знает отлично про преимущества, ну, про минусы ливанской инфляции. Оно просто убили. То есть, про минуса фиатной системы, которую я сказал в режиме, он прекрасно встатомлен. Я читал его все книги, следов знаний австрийской школы там нет, хотя, наверное, в силу, конечно же, он знает фамилию Филиппа, имена Мизеса или Хайка, такие люди должны знать. Поэтому его экономические взгляды и теория непонятна. Она не австрийская, скорее всего. Читать ее я рекомендую только в дополнение к базовым знаниям австрийской школы. Как учебник по экономической теории точно нет. Холеб не является экономистом. Он практик в фиатном мире, который научился зарабатывать деньги в фиатном мире и что-то там понял. Но природу фиатной системы, по-моему, он так и не понял. Я этих следов у него там не заметил. Ой, Бернанке, Гребер, да, 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 нет, все это сразу в шеду, в мусорку. Я почему спросил, потому что, мне кажется, он во многих книгах наезжает на того же Мелтона Фридмана и на всех экспертов экономических, которые были подниманы. Посмотрите, если вы видите, что экономист прямо оправдывает государство, вмешательство, фиатную систему, центральный банк и так далее, то это ровно те самые псевдоинтеллектуалы, которые льют воду на мель. Это так называемые современные жрецы, которые пастве рассказывают, что государство нужно и важно, чтобы оно вмешивалось. Они делают свое черное дело, они поддерживают власть с помощью фиатной системы. Австрийцы из другого лагеря, они занимаются экономической наукой, они прямо указывают все то, что я вам рассказал вкратце, на то, что эта система, она антирыночная, она внерыночная, она навязана, ее эффект это грабеж, и она создана в интересах того, чтобы, вот есть прямое изъятие ресурсов у нас с вами, налогами, когда прямо нас забирают, и мы ничего не можем предупоставить. Есть косвенное, потому что прямому забиранию налогами мы начинаем сопротивляться, уходить от налогов и так далее, знаете, как это работает. А вот фиатной эмиссии вы сопротивляться не можете, во-первых, вы не понимаете, что это мошенническая система. Вот, вы видите, ну да, цены растут на инфляции, но это как дождь или ветер, вас понимаете, вам еще объясняют, это устройство, система нормальная, так должно быть, центральный банк, дознан регулировать, тра-та-та-та-та-та, вот все вот это вот, блевотины, извините, которые церковники, духовники там, в 17 веке объясняли крестьянам, почему они живут бедно, платят налоги монарху, который живет в роскоши и воюет, и что так вот божественно устроил Бог, и поменять это нельзя. Вот в эпохе просвещения, когда для людей они начали использовать философию, разум до них дошло, что все это обман, и в итоге постепенненько произошли в мире две революции, американская и французская, да, и с монархием было покончено. Ну, правда, скатились потом в демократию, в государство, то есть, как бы вмешательство осталось только в гораздо большей степени. То есть важно, что экономическая теория игнорировалась и там, и там и там, и мы с вами примерно не сильно в этом смысле уехали из 17 века. Такой же уровень невежества, вот предохранить этого невежества, по крайней мере, на личном уровне, чтобы этот вот примитивный обман, как взрослые детей обманывают, что Дед Мороз приходит или Айс приходит, да, его не надо допускать, потому что речь идет о вашей жизни, о вашем будущем, о ваших книгах, о вашем имуществе. Цена этого обмана это бедность, нищета и провал будущего, и война, понимаете? Вот каково значение. Вот все эти товарищи, книги, которые перечислены, они наукообразно, непрямо, ну, не пропагандистки, конечно, наукообразно, с флором и лометром, доказывают, какое устройство мира и должно быть. Нет, это не так. Они оправдывают плохое положение вещей, которые вы наблюдаете в ежедневных новостях. Это они ответственные. Смотрите, любой власти всегда нужны интеллектуалы, которые, власть, она же тупая, да, там же нет интеллектуалов. И народ, в общем-то, не умный. И вот должен быть такой сложился класс интеллектуалов, которые в течение века играли духовенства, церковники, жрецы, а в новое время, после революции, интеллектуалы, которые должны оправдывать это положение дел, денные ночи с экранов телевизоров, газеты и так далее рассказывают, что так и должно быть все устроено. Поэтому всегда такие интеллектуалы нуждаются, они идут к власти, потому что власть их, они на рынке интеллектуала эти никому не нужны, они не могут рынок ничего продать, они ненавидят рынок капитализм, они идут к власти, говорят, власть прилаская нас, а взамен за это мы обоснуем твоему народу, почему ты должна существовать, должна вмешиваться во фиатную систему. Вот так разделяется, собственно, разделение туда происходит. Власть властвует, интеллектуалы оправдывают, а народ, в связи с дела, хавает. Экономисты автористской школы появляются и говорят, ребята, ну, посмотрите, на самом деле, вот здесь вас дурят так-то, здесь так-то, здесь экономическая наука, вот эти вас грабят, эти, значит, обманывают, эти подельники, да и вы, в общем-то, тоже подельники, потому что все мы с вами так или иначе на фиатную систему завязаны, вот такое положение дел. Они разрушают государственную власть, потому что она, ее результатом этой власти является бедность, нищета и война. А они против этого, как любые нормальные люди, поэтому они говорят, если вы хотите, чтобы не было войны, чтобы было процветание, то надо государство не во что убрать, а метлой надо его оттуда выкинуть. В первую очередь, из денег, делить деньги от государства, что и сделал Сатоши не на уровне риторики, а на уровне технологии, потому что на уровне риторики ну кто же откажется от возможности, какой же паразит или грабитель откажется от возможности грабить паства-то свое. Никогда какого не было в истории. Поэтому только технологии ей можно это поменять. Сатоши, человек умный, конечно, застриц, он все отлично читал, это просто очевидно по тому решению, которое он предложил. Поэтому он предложил людям технологию, над которой молча, упорно работал в тайне, и как только она, работающая технология, появилась, он ее людям дал, как Прометей огонь, сказал, нате, пользуйтесь, теперь у вас есть технология спасения от фиатного грабежа. Кто это понял, осознал, кто-то воспользовался. Я полагаю, что мы с вами среди них. Извините меня за такой немножко пафос и использование образов, это все-таки не очень научно, но тем не менее это помогает объяснять и доходить. Как бы я этот пафос могу в сухой научной дискуссии объяснить. Но поскольку у нас с вами не сухая научная дискуссия, все-таки геолектор меня слушает, то я могу себе такие риторические приемы позволить, потому что я за них отвечаю. Как бы тому, кто взялся со мной бы спорить из экономистов. Ну, не дай бог ему сойтись в подобном баттле, я ему не завидую. И они не сойдутся. Они отлично знают, что в этом баттле они сразу на счетом проиграют. Потому что их позиция понятно какая. Они это знают. Поэтому их аргументы ориентированы на людей экономически неграмотных, на обывателей. Но не на нас, экономистов российской школы. Понимаете? Вот так. Ну что, 9 часов 6 минут, у тебя есть плюс 3. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, Даша, управляйте. Да, ручку у нас. Если вопросов нет, будем отпускать Евгения. Понравилось хоть? Как-то картину обратной связи дайте какую-то. Да, мне очень понравилось. У нас, похоже, ничего еще не было. Чтобы с такой точки зрения рассматривали крипту и биткоин. Ребят, если у вас есть обратная связь, то поделитесь. Ссылочку на пост на фарклоге про я дал в чат. Можете ее оттуда забирать и также ее репостить. Там, где она продвигается. Да, да, да. Поэтому теперь у вас есть знания. Правда в этом мире. Это правда. Это правда. И вызвано она знанием экономической науки. Поэтому знание и тело как бы просвещение это вот то самое просвещение, которое может и должно быть в вопросах денег, невежества на планете такое же чудовищное, как в отношении гигиены там где-нибудь в 14 веке. Поэтому так и живем, собственно. Поэтому такой бардак. Если бы люди все это знали и понимали. Ну, как кто-то сказал из Великой, если бы люди знали, как устроена денежная система, они бы вышли бы на следующий день на революцию. Но тут другой момент. Дело в том, что люди здесь работают с системой коллективной коррупции. Здесь каждый из нас завязан на кусочек. Он фактически, скажу страшную вещь, является подельником всей фиатной системы, получает частичку награбленного. И поэтому, ну и плюс страшно, как это мы ее уберем, а что же тогда взамен-то, да? Это уже вопрос другой лекции. Ответ на это все есть, но это сейчас не тема лекции. То есть здесь просто вера сталкивается с сознанием, а в столкновении вера с сознанием, вера в государство, фиатную систему, рациональные аргументы проигрывают. Не для всех. Для тех, для кого они выигрывают, те слушают лекции и вы соединили их уже. Позорная вас с этим. Да, Евгений, спасибо большое. Записью поделимся, чуть позже. Ребята, спасибо, что пришли. Тогда предлагаю до сегодня заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok